Я не хочу коснуться одной очень глубокой темы, которая всех нас касается, я думаю, что каждый из нас может что-то из этого получить, хотя, вроде бы, я буду говорить в вещах, ну, достаточно высоких. Если… Мы сейчас приближаемся к периоду, называемому «бенеметцарим», это мне же теснил, это три недели, начинается траур, траур, связан с разрушением храма. Через несколько дней у нас 17-ая тамуза, когда были разбитые скрижали, когда были разрушены, пробили стены Иерусалима. И то, что, конечно, происходит вокруг нас, не только вокруг, но и нас самих, я сейчас не думаю, что, наверное, мы можем себя полностью извлечь и исключить из этой ситуации. Мы видим в очереди то, что говорится в конце, если правильно помним, всякая сута о периоде после рушения храма до прихода Мащеха, что, говоря языком противоположным, браха вместо проклятия, сказали так, что каждый день его браха больше, чем в предыдущем. То есть есть страстнейшее опускание поколений. Если мы коснемся темы 17-го тамуза, разрушения стен Иерусалима, то стены, окружающие святости народа Израиля, которые когда-то были просто непоколебимы, эти стены, они страшно разрушены. Мы говорим, что в Америке 60% смешанных браков, этот процент, он не среди религиозных общин. Это означает, что в общинах нерелигиозных там практически нет несмешанных браков. Их пока очень мало. То, что когда-то было совершенно… Даже помню советскую Россию, когда там где-то 45-50 тому назад это было… В всем отходе от Торы, но смешанные браки – это было совершенно недопустимо на еврейской улице. Улица не религиозная, а не религиозная. Это касается всех сфер, то те стены, которые ограждали святость народа Израиля, они чрезвычайно разрушены, подкошены. И нам надо… То есть, понимаете, при этом нам не надо погружаться в отчаяние, надо погружаться, так сказать, в депрессию, а подумать, что все-таки у нас… что нам со всем этим делать. Что происходит вокруг нас? Вроде бы внешне все гораздо лучше, чем было раньше. Нет нищеты, нет голода. Нет, есть проблемы финансовые. Говорят, что нет. Есть люди более бедные, менее бедные. Есть ситуация, когда нету гуска хлеба. А с другой стороны, когда мы говорим о более внутреннем, то ситуация тяжелая, тяжелая. Как выглядят еврейские дети вне мира Торы, к сожалению, и всегда у нас получается, что даже дети выросли так, как мы этого хотим. То есть, это внешнее, казалось бы, благополучие, внешнее ощущение, что человек правит миром. То есть, телефон, который можно… много еще в жизни сделать. Есть компьютер, который может поднять на экран все, что можно. У него есть дела в Америке, в России. Он все может сделать, не отходя от своего телефона. Ощущает себя властителем мира. А затем скрывается страшнейшая внутренняя пустота. Пустота. И вопрос, вопрос… То есть, мы все знаем, что окружающий нас мир построен на системе страшнейшего оболвания человека. Не думаю, что кого-то сейчас удивил своими словами. Начал с телевизора, это было первое средство оболванивания. Человек сидел два-три часа или больше напротив экрана, не думая, не работая, не ощущая, просто поглощая продиктованные ему, и ему ощущения, и так далее. А сейчас вообще… Есть тут… Я хочу поговорить сегодня… Вот так… Есть такие замечательные слова на святом языке называются Петахтиква. Этими словами назван город Петахтиква известный. Петахтиква доквана… Вход надежды, вход надежды, вход надежды. Есть в главе ногах очень известные и объясняемые вещи, там описывается, что когда пришло время потопа, то раскрылись источники бездны на земле, как источники воды, и раскрылись буквально как бы отверстия на небесах. Короче говоря, вода поднялась и снизу, и спустилась сверху. И так, в общем-то, произошел потоп. На эту тему говорит книга Зоар, и тут намек, что будет… В жизни Новых, так как сказано в книге Зоар, что в эти 600 лет намекают на 600 год шестого тысячелетия. Это отбросится с сегодняшнего дня 177 лет. Посчитайте, когда это было. И тогда в мире раскроются врата знания. То есть, когда видите, если откроются источники воды, так и в наше время, по предсказанию Зоар, 177 лет тому назад, раскроются врата знания. Скажем так, мы хорошо знаем, что примерно в это время начался взрыв, который называется техническая революция. Вот, например, тогда. Этот взрыв технической революции сегодня превратился в потоп. Потоп, когда человек тонет в нем, и, говоря, часто просто никого места там не остается. В этом потопе. Вся система техники, все вроде удобно. Он сидит как король на нарах и щелкает туда-сюда. Там открывается дверь, там включается это. Но места для его самого, для внутренней жизни у него не остается вообще зачастую. Буквально потоп, и это очень параллельно этому, то есть, знаете, это сказано о потопе, что первые несколько дней были гишмей браха, были дожди благословления. Если бы тогда сделали ничего, так они все бы, весь этот потоп обратился бы в браху. Так что если бы не сделали, обратился бы в потоп, когда все было стерто, не дай Бог. Кроме, весь мир, так сказать, собрался, место называется Тиватно, Новикавчег, но эта вода, которая изначально является источником благословления, она стерла весь мир. И, казалось бы, так можно было и видеть, и что же происходит сейчас. Однако есть одно очень важное замечание, которое, я думаю, основано на том, что запоминается два источника воды. Есть тегом раба, это буквально из земли снизу, а есть также свыше. А работа Шамая в Невтоху. И об этом пишет, был такой великий человек в Ратисроэль, назвали его Равьёль Клуфт, он был глава Равинского суда Хайфы, он выходец из Риги, его звали Равьёль Ригер, так его называли, рижанин, короче, по-нашему. Он был очень старый ученик из Шивы Мил, а кроме того, он был великим каббалистом. Кроме этого, когда наш учитель Шама Вольбе, великий наставник Мусара, издал свою книгу «Алейшо», первый том, он осуществил нужно попросить у него рекомендацию. И как человека, который знает все стороны Торы. В этой рекомендации книги «Алейшо», там пишет Равьёль Клуфт очень такую интересную вещь. Он касается этого места в книге «Зоор», и говорится о потопе знания, которое придет. И он говорит следующую вещь, что тут не имеется в виду только естество знания, скажем так, и техническая революция. Также скрывается в мире, есть новое знание, которое касается постижения Торы. Понимаете, это не была книга, это не была статья, это было рекомендательное письмо. Поэтому там написано только то, что касается этого рекомендательного письма. Он просто привел примеры того, как раскрывается новое знание в Торе, это как примерно в то же время. о котором здесь говорится, где-то лет 170-18 лет тому назад начал в мире Торы, возникло движение «Мусар», основательно это было в Лисове Сарантер, пришла огромный кладезь мудрости и знания. И в этом знании он пишет, что это то знание, которое в частности раскрылось в силу раскрытия мудрости Торы в среднем поколении. Я уверен, что у Равио и Рак-Луфта было еще много что об этом сказать. Он не выступал, он не писал статью об этом. Это было просто короткое рекомендательное письмо о важности этой книги, как продолжение линии Рабистроля-Сарантера, о важности этого. Но я хочу, чтобы мы тогда просто увидели что-то здесь. Мы увидели здесь, что этот потоп скверный вокруг нас, есть еще что-то, кроме этого раскрывается знание, Торы в мире, это как бы вроде бы несовместимо. Несовместимо. Я слышал вещь очень подобная тому, не знаю, я не могу такую вещь судить, но, скажем так, одного из крупнейших каббалистов последнего поколения, учителя Пинкуса по каббале, был такой человек из роли Лава Вайнтруб. Есть разногласия те, кто понимает, кто был больше в каббале, он, наверное, мой шипер. Я один раз его, я несколько раз его слышал, не по гнев, в смысле каббалы, а просто грыл перед людьми. Я слышал, когда мир Торы просто перенес тяжелейшее потрясение, когда буквально поднялся на небо, общился Пинку со своей жилой, своей дочерью, это был страшнейший удар по миру Торы, это было, это было когда? Да, это было уже 16 лет тому назад. В Рамоте, в частности, были так называемые, даже не было СПЭД, не было хвалебной речи, что погибло умершего, так это был хобби из Ниссанта, это не время для этого, а просто чтобы людей немножко приводить к жизни. Приступали раввины, просто называются Керес и Торырут, это было собрание пробуждения, и там, в частности, говорил Равайн Труп, он был учителем Рава Пинкуса по каббале. Он там коснулся одной очень принципиальной вещи, что если мы наблюдаем, если мы наблюдаем, как много есть открытий вне мира Торы в последние 200 лет, скажем так, то в Торе может быть гораздо больше, гораздо больше. Это понятно. Это наш, окружающий материальный мир, это некоторая приниженная проекция из Торы. Как скажем, Всевышний смотрел в Тору и построил этот мир. Тора тоже, конечно, имеет источник, который творец, но гораздо выше этого мира был как бы чертеж, который Всевышний приготовил заранее, чтобы построить этот мир. Я позволю себе смело сказать, я почти уверен, что источник Равайн Труп был тоже источник, что привел в Юлькрофт. Это место в Зоре, как это касается главы Ноах, что в конце шестого тысячелетия раскроются не только источники бездны, расходятся также источники на небе. Я хочу эту вещь немножко объяснить. Вещи очень глубокие. Я очень надеюсь, что не можно не говорить. Я хочу просто процитировать одно место, когда я слышал о травмах Шапира, немножко объяснить его. Когда-то на одном из городов он коснулся сказанного в Торе о Якове, что Яков когда возвращался от Лавана в Ратис Ройль, он переводил свою семью все расстояние через так называемую Мавара-Ябок, и он в итоге там забыл какие-то маленькие черепные геномические сосуды, за ними вернулся. Там он боролся с ангелом-хранителем Исава, победил его. Известно, что это возвращение Якова в Святую Землю, но это намек на то, что будет с нашим народом в конце дней. Об этом и писала Глобаль, и всякая книга того же Раваньтруба. Книга называется «Тукуфаба Сарата Ильяу», буквально наша эпоха через призму понимания Венинского Гаона. И сказал бы нам больше первое так, говорит, что народ Израиля в целом он практически полностью исправлен. Каждый год исправление нашего народа, исправление всех высших миров, оно все больше и лучше. Сейчас Яков как бы возвращается подобрать оставленные мелкие сосуды, это нас с вами. Тут он, так сказать, очень изменил то, что он сказал. Мы, конечно, не сосуды, мы обломки-обломки сосудов. Я сейчас хочу, чтобы мы поняли одну вещь. Тут есть, что тут сказано было в этом. Что если мы смотрим в наш окружающий нас мир, мы не видим, что на самом деле происходит. Почему? И внешняя картина, и внутренняя картина. Я, может, скажу одну вещь, которая, может, не всем понравится. Была страшнейшая катастрофа. Скажем так, тяжелейшая мера суда поразила наш народ. Есть такое выражение в пророках «бехейма шпухая», что сегодняшний день будет нас с собой поставить однами, так сказать, яростным гневом. Яростным гневом. А с другой стороны, немножко вдуматься в эти вещи. Катастрофу было величайшее исправление и искупление грехов нашего народа за тысячи лет. Тысячи лет. То есть, есть, у нас сейчас в мире, и внешняя сторона, внешняя сторона, она просто катастрофа. Все внутренние, скрытая одна сторона. То есть, что мы видим, как окружающий нас мир, как будто бы катится в тартары. Я заметил одну вещь, что люди, которые жили в Европе, например, в еврейских центрах до катастрофы, и потом эту жизнь как-то описывают, касается… И есть там тяжелейшая боль, как целый мир святости, душевности исчез, исчез. То, что мы сегодня видим, не понимаем, не знаем, но люди, которые жили в Польше, в Литве, они видели, что есть какой-то мир духа, который практически исчез. Хочу сказать одну вещь. Мир не исчез. Он поднялся выше. Мы здесь в ситуации, когда Всевышний собирает осколки осколков. Да. Это великое достоинство, которое было, оно не исчезло. Оно просто поднялось. Поднялось. И даже более чем поднялось. Но у нас здесь остались осколки. Есть такое выражение о том, что ушедший за миром мудрец и праведник, он отправляется в место своего покоя, а нас оставил в состоянии вздоха. То есть с ним все в порядке. Вот с нами, с нами не все в порядке. Однако я сказал с самого начала, что я не собираюсь сегодня, чтобы все, кто меня слушает, обратились срочно в депрессию. Я хочу сказать вещи полностью противоположные. написано в святых книгах, что именно в силу исправления мира в целом, то это исправление, оно светит и в нашем мире, хотя и скрыто. Назовите в нашем мире. Я могу провести просто несколько примеров этого, которые, ну, может, вы с ними знакомы, но я с ним знаком достаточно хорошо. То, что, допустим, еще 200-300 лет назад, глубокий анализ из понимания Салмуда. Это был уделом великих раввинов. В каком-то мере уровень этого понимания сегодня, он доступен практически каждому серьезному ешеботнику. Нет, я не собираюсь сравнивать по уровню сегодняшнего ешеботника с великими раввинами 200 лет назад. Я не это имею в виду, но, как ты сказал, когда-то сегодня хороший ешеботник, он может объяснить и ответить на тяжелейшие вопросы, которые ставил Беквегер, как требующий изучения. Что это такое? Это все нашего уровня? Нет, это не все нашего уровня. Есть свет, который спускается в мир, который позволяет даже людям не таким достойным, как те поколения. Да, он достоится тоже. Касается очень много разных сфер в Торе, когда вещи, которые раньше были закрыты, были просто недоступны, кроме как единицам, теперь стали доступны. Я не имею в виду недостойный способ этой доступности. Я не имею в виду обращения каббалея, женщин, детям, неевреям. У меня нет, имею в виду. Потому что многие сферы Торы раскрылись так, как это подобает и те, кто изучают то, что раньше было скрыто. Это проявление того, что есть мир, в котором уже как бы царствует исправление, и наш мир, который еще собирает осколки, вернуть их, исправить их, поднять их выше, они связаны друг с другом. То есть, есть только одна вещь, надо просто для себя это понять. Я хочу коснуться просто одного примера, который мы все хорошо знаем. через три недели с кусочком будет ёрцвет, наш учитель Робицкий Зельбер, восьмое аво, как известно. Давайте представим себе ту катастрофу, в которой прожил Робицкий Зельбер. Катастрофе духовной, она была гораздо страшнее, чем катастрофа материального европейского еврейства. То есть, если даже в самых худших местах катастрофы, там выжил где-то 5-6% евреев, допустим, в Литве и Латвии, то, если в духовном, нельзя сказать, что на территории Советского Союза духовно выжили 5-6%. Я думаю, что это были один из двухсот тысяч, один из вырос гигант духа, как Робицкий Зельбер. Гигант духа, я вам скажу одну вещь. Люди часто Робицкого Зельбера, ну, не то, что не понимают. Они, я говорю, те, которые его знали лично, тем более, те, которые не знали его лично, воспринимают. Он очень себя скрывал, скажем так. Он был человек очень простым, и все его деяния, они были очень простыми, он их очень так просто рассказывал, как будто чего-то особенного нету. Но есть одно место в его книге «Останься евреем», он немножко приоткрыл завесу, которая закрывает его. Он напишет одно, для меня это место просто, меня потрясло, это место. Он пишет о своей жизни в Казани так примерно. Я был учителем в школе, был хорошим учителем, ставил оценки, разговаривал с детьми, разговаривал с родителями, но ничего об этом не помню, ни имен, ничего. Ничего не помню. О чем это говорит? На что-то похожее говорит, когда есть один, который кого-то очень любит, он постоянно находится в смысле своим любимым, а все остальное, даже он это делает и живет в этом мире, но для него это все практически не существует. И в этом месте как-то немножко нам раскрылось, мне по крайней мере, величие духа Робицкого Зильбера. Давайте просто поймем, одна вещь, касается сейчас каждого из нас. Мы не Робицкого Зильбера, не того, это я сейчас, не думайте, что я в этом ошибаюсь, я в этом не ошибаюсь. Но есть одна очень принципиальная вещь. Мы можем жить внутренней жизнью. Мы можем, живя внутренней жизнью, тоже удостоиться этого света. Но для этого надо выйти на войну, внутреннюю войну, не выйти, а вести внутреннюю войну против пожирающего округ нас мира духовного потопа. Нам надо искать в себе и строить в себе наше внутреннее содержание, строить в себе то, что останется инвариантным и неизменимым в незвие сильнейших условиях. Когда мы сейчас говорим о катастрофе разрушения всех стен вокруг нас, нам надо внутри себя построить в нас самих, не на пустом месте, но, скажем, если это источник, наша божественная душа. Просто докопаться, надо очистить себя максимально, и у себя в сердце построить святилище, у себя в сердце. Если мы этого достоимся, то мы можем получить в этом мире очень-очень много, так как, что касается внутреннего мира, это мир полон величайшего света. нам просто жить этой внутренней жизнью. Реально у нас есть один путь – это Тора, Чува и молитва. Тора. То есть, в каждом из нас есть его высочайшая божественная душа, которая практически потушена. Но не совсем, не совсем. Эту душу надо в себе разбудить. Разбудить Чувой, кто снимает все эти вот… много слоев грязи, на которые мы погружены. Надо Торой, которая светит нас и освещает наши души, надо обратиться к Всевышнему. И мы можем удостоиться еще до прихода Мащеха, до прихода Мащеха, вернуть свет нашим душам, нашим детям. И я надеюсь, что заслуга этого, тот факт, что мы будем строить святилище в наших сердцах, в наших душах, свет Торы, свет святости найдет в этом мире места, где он может раскрыться. Это в итоге и ускорит и общее избавление, приходит Мащеха, садистство храма и время, которому сказано, что все зло исчезнет, как туман. Муча бес. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова